Православная церковь Мой покойный духовник, сиархимандрит Михаил, из строительства Сергея Велавра, говорил проще. Вы лучше мясо постом ешьте, только друг друга не ешьте. Пища – это первый, самый маленький шажочек к духовному возрастанию. Тут достаточно вспомнить и стихиры Страстной Седмицы, что Царство Божие – это не ешьте и питье. Ясное дело, что туда пойдут наши добрые или злые дела. Поэтому на вот эту часть поста, на эту сторону поста и следует обратить особое внимание. То есть это молитва, посещение храма, регулярные исповеди, причащение, по необходимости еле освящение, то бишь соборов. Плюс помощь своим ближним, плюс воздержание от других наших сфер жизни, от супружеской жизни, от просмотра телевизора, от игры в какие-то там компьютерные, пусть игры или чего-то еще, что тоже выходит за рамки христианской жизни и вливается в сферу развлечений. То есть ограничиваем развлечения свои и больше времени уделяем жизни духовной. Для многих Новый год в первую очередь семейный праздник. Бывает трудно найти иную возможность собрать вместе близких людей. И здесь постящегося подстерегают соблазны, ведь не все родные и друзья могут его поддержать. Но по мнению священнослужителей, гораздо важнее доброе отношение к ближнему, чем жесткое ограничение в еде. Для них мы сели за стол, для своих ближних, чтобы их не обидеть. Я могу до вилкой что-то зацепить, в рот положить. Зачем пузо-то набивать, зачем потом под столом ползать-то пьяным? Нет же в этом никакой необходимости. Пост, он и останется постом, если ты это делаешь осознанно, по-христиански, ради не того, чтобы не обидеть своего ближнего. Это не будет считаться нарушением поста. Для детей Новый год – это время нарядных елок, волшебных историй и подарков. Не стоит запрещать малышу из верующей семьи радоваться празднику вместе с другими. Со временем он сам найдет в себе силы соблюдать рождественский пост. И пример ребенок может увидеть в поведении родителей. Ребенок всегда повторяет родителей. Потому что будет смешно выглядеть, вы сидите, пьете водку, едите мясо, а ребенку говорите, смотрите телевизор, нельзя, это грешно. Не поймет. А если у вас у самих не будет ничего включено, если у вас все у самих будет на столе скромно, зачем ребенку что-то объяснять? Он и так знает, что нужно делать так. Долгие праздничные каникулы позволяют провести последние дни поста без будничной суеты и посвятить их именно духовному труду и молитве. Это время ожидания Рождества может стать по-настоящему светлым, особенно если человек будет заботиться о чем-то большем, чем все минутные желания. Позиции ешь, пей, веселись, пока есть время, я думаю, сейчас неуместно. Если осознание этого будет присутствовать в каждом из нас, то необходимости себя убеждать, что вот как-то надо выждать время, как-то нужно вот этот вот пост провести, вот как-то нужно пережить вот эти вот дни праздничные, новогодние. Этого не будет. Если мы поститься будем осознанно, будет больше пользы и необходимости себя убеждать как-то пережить, праздники вот эти новогодние не возникнут. Испокон веков Нижний Новгород славился белокаменными церквями и монастырями. Тысячи богомольцев стремились в Поволжскую столицу, чтобы прикоснуться к мудрости святых старцев. Подплывая по реке к городу, паломники еще издалека видели маковку собора Михаила Архангела в Кремле, поражали приезжих своей красотой Строгановская и Георгиевская церкви. Восхищал величественный Александроневский собор. Но были и совсем небольшие церкви, которых не найти в путеводителях по городу тех лет, и о которых не писали путешественники в своих заметках. Такие, как небольшой Никольский Верхнепосадский храм, который располагался на улице Пожарского, рядом с современной площадью Минина. О нем почти ничего не известно, и этот храм очень редко можно найти на старых фотографиях. Все фотографии только из-за других зданий. То верх колокольни торчит, то купол видно. Она не была предметом любования, я бы так сказала. Если не ошибаюсь, это было, наверное, в 20-е годы, вышла маленькая брошюрочка у нас «Помощь экскурсоводам». На что обращать внимание? Ее там нет. Георгиевская, да, пожалуйста. Все святыни Кремля Нижегородского, да, про ее там вообще не вспоминают. Каменный храм был построен в 1741 году взамен деревянной Никольской церкви. Уже к этому времени место было намоленным. Здесь долгие годы располагалось кладбище, где хоронили обычных горожан. Вот эта вся площадка, на которой сейчас строится здание гостиницы, и на которой стоял храм 18 века, она уже к строительству храма 18 века и 18 веке. Там копали каждый раз могилы, и там столько перекопано и разрушено было человеческих захоронений, что там весь слой, помимо того, что могилы с захоронениями, сама земля, в которой идут, она вся буквально напичкана разрозненными человеческими костями. В 1932 году храм разобрали, а на его месте ударными темпами была построена гостиница «Москва». Она простояла чуть больше полувека, пока не сгорела и не была снесена. На ее месте начались археологические раскопки. Благодаря этому удалось отыскать фундамент Никольской церкви, а также старинный Нижегородский некрополь. Во время раскопок было найдено множество костей – 1500 скелетов индивидов. Так археологи называют целые человеческие останки. Всего же за время работы специалисты обнаружили около 70 кубометров костей, а это тысячи людей. По крайней мере, на сегодняшний день наши коллеги-московские антропологи говорят, что это самая большая выборка по численности захоронений из средневековых городских некрополей на территории России. Христианские кладбища археологи называют безинвентарными. Они сильно отличаются от древних языческих курганов, при раскопках которых находят сотни артефактов той эпохи. Скажем, в тех случаях, когда хранили в курганах, с умершими хранили большое количество предметов, потому что считалось, что человеку в другом мире что-то понадобится. Это один вариант. Другой вариант, что вещи, которые вы окружали, должны уйти вместе с ним и умереть. Поэтому у некоторых народов был даже обряд, клали вещи, их обязательно ломали, то есть как бы их вот тоже, они тоже должны были умереть. Христианам же запрещалось класть в могилу какие-либо вещи усопшего, так как это языческий обряд. В православных могилах находят лишь нательные крестики и фрагменты одежды. Поэтому археологи не ожидали каких-либо значимых находок и при раскопках Нижегородского некрополя. Но тем не менее, удивительное открытие ждало специалистов в самой обычной могиле, где была захоронена девушка. Социальная элита на приходских кладбищах не хоронила своих умерших. Для этого были монастыри, и поэтому хоронили их там. Не по нательным крестикам можно определять статусность человека, а по тому месту, где по отношению к храму совершено само захоронение. Обладательница этой нашей уникальной находки была захоронена в самой гуще, в самой толще захоронений. Ее могильная яма перерезала тех, кто на этом месте был раньше захоронен. Ее могильную яму перерезали более поздние захоронения. То есть сказать, что это какое-то особое статусное захоронение, абсолютно никаких оснований не было. Находка, обнаруженная археологами, уникальна. Хотя на первый взгляд это был неприметный кусочек ткани. После долгого изучения и реставрации находки выяснилось, что это богато украшенный волосник, головной женский убор, поддерживающий и закрывающий волосы. Статусность вещи была не присуща для посадских людей, которых хоронили на этом кладбище. Волосники встречаются в захоронениях цариц в Москве, в Кремле. И само очелье, как оно сделано, и орнаментация на очелье. Оно имеет прямые аналогии с очелем Долгорукой. То есть это высокохудожественная вещь, которую на базаре, на рынке купить было нельзя. Такая вещь могла была бы сделана только в царицыных мастерских, опять же, где-нибудь в Кремле, где сидели высококлассные мастерицы и все вот это вот делали. Кем была эта женщина? Почему ее похоронили на простом кладбище для самых бедных горожан? Почему ее могила находилась в самой гуще захоронений и с ней так бесцеремонно обошлись последствия? Вопросов пока больше, чем ответов. Но все же у археологов есть догадки на этот счет. Мы все сошлись на том, что это, возможно, и мои московские коллеги с этим также соглашаются. За этим может стоять только судьба какой-то опальной особой, которая была выслана в Нижний Новгород. У нас есть только один персонаж в истории Нижнего Новгорода, который мог бы претендовать на роль хозяйки этого статусного предмета. И это несостоявшаяся царица, первая невеста Михаила Романова, Мария Хлопова, которая умерла в Нижнем Новгороде. Но все наши историки убеждены, что Мария Хлопова могла жить только в Кремле, а не на посаде, если его бушье хоронили, либо при кремлевских храмах, либо в одном из женских монастырей. Если когда-нибудь выяснится окончательно, кому принадлежит этот волосник, оно одной тайны станет меньше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова